Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился Концепт 1Б. Многие ждали данную машину, если память мне не изменяет, а поправьте меня в комментариях, те кто знает лучше. Вроде бы данная машина первый раз у нас в игре появляется за голду и это довольно неплохой шанс для тех ребят, которые с нетерпением ожидали выхода машины на продажу. Была возможность забирать его из контейнеров, шансы были маленькие, в общем мало игроков заполучили себе данную игрушку в ангар. Что касается самого Концепта, обсудим чуть позже, сделаем сегодня абсолютно честный обзор, давайте обсудим набор. Целых 25 тысяч золота и вопрос, согласитесь, не мелочный. Есть легендарный внешний вид тотем, но мне, честно говоря, он не нравится. Но дело в том, что спереди еще хоть как-то, окей, ну можно там с натяжкой сказать, что неплохо, но когда ты играешь на этом танке и видишь его в основном вот так вот сзади, то особо здесь глазу радоваться нечему. Ну и, соответственно, вот этот вот орел, который стоит к тебе спиной, мало того, что он в принципе никудыш не прорисован, да, то здесь вообще нечем похвастаться. Если бы еще хотя бы лицом поставили, ну полбеды. Короче говоря, кроме вот этого барабана и двух перьев ты особо ничего не видишь, да и плюс к тому, ребят, если ты играешь без прицела, то вот этот орел, он постоянно где-то как-то, ну вот сейчас попытаюсь на примере регрессора показать. Ну вот представьте себе, что вы пытаетесь там повернуть орудие, прицелиться без прицела, ну и, соответственно, перекрываете сами себе зону прицела. Не очень комфортно, не очень удобно, поэтому легендарный внешний вид не для меня однозначно. Ну это мое субъективное мнение, пишите свое в комментариях. Есть анимированный аватар, есть x5 в количестве 25 штук целых и только на концепта, но в целом поднимите себе копилки довольно неплохо. Что касается открытого оборудования, существенно сэкономите по серебру, да и плюс к тому получаете приказик. Приказик на 50 побед в течение 10 дней, это 5 побед в день. Короче говоря, не сложный приказ абсолютно, из-за него, ребят, вы получаете целых 5 мега контейнеров. Если у вас с фартом плюс-минус все нормально, то может оттуда еще и достанете себе чего-нибудь. Да и в принципе приказ выполнить не сложно, потому что он не подвязан к какому-то классу техники, типу техники, либо вообще к конкретному танку. Поэтому сложности с выполнением не будет однозначных. Внешний вид обсудили, набор обсудили, теперь давайте посмотрим на ТТХ. ТТХ, как обычно, для 10 уровня вполне нормально взвешены. ТТХ, 380 единиц альфы, не лучший показатель на уровне, в основном у многих поболее будет, но в целом играбельно. При времени перезарядки в неполные 8 секунд с учетом установленного оборудования амуниции в целом комфортно. Что касается ДПМа 2900, вполне достаточно и время сведения разброс заценим обязательно в бою, но заранее забегая наперед, в целом играется очень комфортно и очень приятно. Угол склонения орудия вниз минус 10, что не может не радовать, потому что машина, существенной броней не обладающая, в то же время имеет довольно неплохую маленькую башенку. И когда вы опускаете орудие вот так вот вниз и становитесь где-нибудь за каким-нибудь укрытием, то в верхнем бронелисте у вас 335 единиц брони. Если вы не будете показывать нижний картонный бронелист, то в целом выковырять вас будет довольно сложно. Но помните, ребят, что если вы поворачиваетесь как-нибудь боком, то здесь огромная башня с прямой плоскостью, которая пробивается на ура всеми. То же самое касается кормы, но здесь в принципе ничего удивительного-то и нет. По большому счету, если вы стоите вот так вот хотя бы, то есть безусловно серые зоны, в которые могут забрасывать, в том числе голдой, но неплохая приведенка по башне, хотя, как я уже сказал, она топором деланная. Поэтому, ребят, лучше все-таки отыгрывать в ровной проекции и не сильно баловаться с поворотного орудия по сторонам, если этого не требует игровая ситуация. Что касается сравнения с другими танками, как вы видите, на уровне у нас 10 тяжелых танков, относящихся к коллекционкам и премиумным машинам, но по большому счету премиумные у нас только Чифтейн. Все остальные коллекционки, но суть важна. Важно то, что концепт может показать по сравнению с ними. Он может похвастаться в плюс-минус допустимом диапазоне ДПМом. Есть ребята, которые провисают, есть которые повыше. Он может похвастаться вполне приемлемым пробитием на своем уровне. Он не может похвастаться своей альфой, потому что 380. Ниже у нас, ребят, только у СТРВК. Но все же, ребят, СТРВК немножко другая машина, и здесь время перезарядки практически на 2 секунды меньше. А это, согласитесь, очень существенно. Поэтому, если брать в сравнение те машины, которые обладают плюс-минус таким же временем перезарядки, а это у нас как раз будет Чифтейн и Т95Е6, то обратите внимание, что у данных ребят альфа выше, соответственно, выше ДПМ. В этом отношении концепт, безусловно, проседает. По движению машины очень приятная, очень классная. Многие машины не могут похвастаться такой скоростью на уровне. На нем передвигаться действительно комфортно. Я бы не сказал, что прям вау-эффект есть, но в целом, ребят, лучше, чем многие другие. Что касается доходности, здесь она не указана, но по имеющейся у меня информации 140%. Короче говоря, фармить он будет ровно точно так же, как и все остальные машины. Опять-таки, у меня информация есть, но ручаться прям за 100% данной информации я не имею возможности. Что касается процента по победам. Как вы видите, один из лучших на уровне, но не существенно выше, чем у многих других. Тот же самый объект 3 топора существенно выше имеет процент по победам. И СТРВК, ну все-таки стерва есть стерва, 59%, ну прям радует огромное количество игроков. Причем, обратите внимание, что на стерве и на концепте играло приблизительно одинаковое количество игроков. В то же время, АМХ, он тоже имеет приблизительно такое же количество игроков, которые играли на нем в последнее время. И при этом, ребят, обратите внимание, что и у АМХ, и у стервы процент по победам выше. Вот такая вот она, ребят, правда, с жизнью. Ну а теперь, после того, как мы обсудили, в принципе, все, что можно было обсудить, я думаю, нам стоит просто взять данную машину и отправиться в первую попавшуюся катку. Что могу, забегая наперед, посоветовать тем ребятам, которые все-таки решат потратить довольно-таки немалую сумму голды и приобрести себе данную машину на радость. Ни в коем случае не едьте первым, ни в коем случае не выпячивайтесь вперед, и ни в коем случае не показывайте свой нижний бронелист. Это как минимум, ребят. А как максимум вам еще не стоит становиться бортом, не стоит особо сильно поворачивать орудие в сторону, вам ни в коем случае не стоит оставаться самому. Ну, короче говоря, здесь огромное количество всяких не стоит. В то же время, ребят, данная машина может порадовать, и она действительно может доставлять удовольствие в боях. Главное, чтобы вам, ну, изначально, изначально фортануло с позицией, которую вы занимаете, и наличием у вас в команде достойных союзников, которые будут вам помогать. Так, хэвик. Заняли позицию. Точку захватили. Ну, а теперь давайте эту позицию попытаемся отыграть. Угол склонения орудия вниз приятный. Об этом стоит помнить. Вы действительно можете отыгрывать. Ох ты! А вот этого тяжа я здесь не ожидал увидеть. Если вдруг вам не хватает пробития, то голдовые снаряды будут вам однозначно помогать в этом. Проблем абсолютно никаких не будет с тем, чтобы кого-то расковырять голдой. В то же время, ребят, помните по поводу того, что голда стоит серебра, а танк не относится к фармящим машинам. И поскольку к фармящим машинам он не относится, то заигрываться особо голдой я бы вам не рекомендовал, потому что у вас есть довольно-таки существенные шансы на то, чтобы можно было отправиться в ангар с минусом по копилке. Ну, просто потому что не смогли вы заработать. Как видите, борта у башни пробиваются. Ничего вырезать из обзора не буду. Ну, просто потому что показываю машины такими, какие они есть на самом деле. Если вы хотите знать, что вас ждет, играя на той или иной машине, и стоит ли на нее раскошеливаться в принципе, то лучше смотрите обзоры без нарезок и такие обзоры, в которых машины показывают без каких-либо приукрашений и прям существенных расхваливаний. Я думаю, что в таком случае вы будете делать правильный выбор. Досматриваем бой, который не сулит нам ничего хорошего, и обязательно сейчас заедем еще в одну катку. Итак, друзья мои, бой закончился поражением. Урона всего лишь 690 единиц. Из песни слов не выбрасываем. Что касается доходности, то, как вы видите, ушел в минус. Ну и что касается моего места в команде по уронам, то, безусловно, хвастаться особо нечем. Точнее, не так. Вообще хвастаться нечем. Сейчас попробуем сделать чего-нибудь более годного. И вообще, я бы сказал так. Концепту очень сильно не хватает брони. И вот это ощущение постоянного ожидания прилета в тебя, ну, не добавляет. Не добавляет фана однозначно. Что меня радует, вот откровенно радует, так это то, что вне зависимости от того, какие обзоры я снимаю на то, что происходит в игре, разработчики до сих пор не забрали у меня пресс-аккаунт. Это действительно очень классно, потому что как-то все привыкли к тому, что те, кто сотрудничает с разработчиками, имеют пресс-аккаунты от них, они типа прогибаются, они обязательно рассказывают, что любой товар в магазине стоит купить, что он самый лучший и так далее. Ну, я, к сожалению или к счастью, к таким ребятам не отношусь. И говорю вам все, как есть на самом деле. Скажу, как есть на самом деле в отношении концепта. Не всем игрокам данная машина подойдет. Многие игроки купят и расстроятся. Многие игроки, имея, допустим, там того же самого супер-коня в ангаре, лучше бы вообще не покупали себе концепта. Если они не уверены в своих силах, если они не уверены в том, что они смогут данной машиной качественно пользоваться в боях. Это мое скромное субъективное мнение, ну, просто лишь потому, что машина дается не всегда налегке. Мне не нравятся машины, на которых приходится страдать, причем я при этом не совсем понимаю, за что конкретно я страдаю. Абсолютная картонность данного аппарата ни в коем случае не перекрывается ничем. Не перекрывается ни качеством орудия, хотя орудие действительно хорошее в отношении скорости перезарядки, и в отношении сведения, и в отношении точности. Но все же, ребят, не только одним орудием сыт будешь, и тебе хочется в бою что-то делать, а не просто бояться куда-либо выезжать, и кого-либо видеть из своих соперников. Так, давай, покажись, АМХ. Бабаха! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, бабаха! Бабаха все испортила. Ребят, вот такая вот правда жизни концепта в реальных боях. Пробивается верхний бронелист, нижний бронелист. Не очень, не очень комфортная машина, и имеет огромное количество недостатков, с которыми вам, ребят, придется справляться. И если вы средний игрок, и обладаете при этом 25 косарями золота, которыми думаете, как грамотно распорядиться, вам очень, очень, очень сильно стоит задуматься над тем, а сможете ли вы реализовывать данную машину. Потому что данная машина реализовывается руками действительно хорошо подкованных игроков, которые действительно чего-то могут в боях. Если вы объективно оценивая себя не способны на это, то я думаю, что концепт вам однозначно не нужен. Лучше подождите себе на продаже что-нибудь другое, присмотрите себе какую-нибудь другую, более приемлемую для вас десятку, и возможно вы еще и дешевле ее купите. Ну, допустим, тот же самый Суперконь, тот же самый Чифтейн, которого продавали за 17 с половиной. Это машины, которые действительно прощают ошибки хоть как-то. Данный товарищ ошибок не прощает вообще. Стоило вот сейчас выехать мне на ту же самую бабаху, я получил на более чем 1000 косаря. Ой, господи, 1000 косаря. Больше, чем на 1000 альфы отхватил от бабахи. Не очень приятно. Исключительно принципиально сейчас возьму машину и заеду еще в один, третий бой. Ну, просто потому что, блин, хочется. Хочется все-таки на нем попытаться реализовать заявленный ДПМ. В то же время, очень сильно не хочется заходить в этот бой, потому что я понимаю, что в конкретном случае с концептом, он, ну, прям совсем из ряда вон плохо живучая машина. Как бы его там кто не расхваливал, как бы не говорили, что это просто супернагибатор в боях, что он там капец чего может и так далее. Я, допустим, будучи средним игроком, не могу нормально справляться с этой машиной. Я говорю об этом абсолютно честно. И при этом все, будучи средним игроком, я абсолютно спокойно справляюсь с концептом тогда, когда он заезжает в виде моего соперника в бой. Вот такой вот интересный парадокс. Не знаю, то ли мне попадаются, то ли такие же средниковые игроки, которые не знают, каким образом реализовать данную машину. Либо машина просто такая, что ее очень сложно реализовать, вне зависимости от того, насколько вы скилловый чувак. Есть, безусловно, такие ребята, которые, как я говорю, могут с палкой-копалкой без снарядов зайти в бой, вынести всех в ангар, всем морды понабивать. Но, не знаю, ребят. Сомневаюсь я, что таких игроков очень много. Но и, соответственно, очень сильно сомневаюсь, что данная машина будет пользоваться популярностью сейчас прям у всех и поголовно. Такс, давай. Не ожидал я того, что ты остановишься. Брат, серьезно, не ожидал. Так. Поехали сюда, что ли? Да. Даже голда не помогает найти серую зону в башне у сотки. Это не очень приятно, согласитесь. Так. Бабахер. Вот в данном случае сработала, сработала тактика не подставлять борта башни, сработала тактика не подставлять бронелисты, ни верхний, ни нижний, стоять исключительно в прямой проекции к врагу. И тогда, действительно, отыгрывая от башни, есть возможность принять непробитие. Такс. Сотки сваливают, и, в принципе, их можно понять. Понимают, что напряжение они могут не выдержать. Где там у нас... Но мне идти в прорыв как бы вообще не вариант. Ну что, воспользуемся нашей динамикой, воспользуемся нашей подвижностью и попытаемся подъехать к вот этим ребятам поближе. Все-таки, в конце концов, мы здесь будем не сами. Маневренность машины очень приятная. Действительно комфортно передвигаться. Такс. Бабаха. Пустишь ты, но... Против сотки, ребят, только голдой получается сделать серым бронелист нижний. Хотя, многими другими машинами нижние бронелисты у сотки пробиваются на спокойнике. Вот такой вот парадокс. Можно поставить себе улучшение пробития, но тогда потеряете в других характеристиках машины, и я думаю, что не сильно приятно будет после этого играть. Ладно, бог с ним. Победа стоит того, чтобы потратить серебра. Давайте попытаемся голдой немножко погасить. Товарищей. Нас осталось трое. Мне кажется, что здесь победу необходимо получить любой ценой. Пускай уйти в минус, но все-таки бороться до последнего. Так, нас двое. Не очень хорошо. Явно сольемся по очкам. Грамотно отыгрывают сотки. Ничего не скажешь. Прям любо глянуть. Выцелим. Нет, не получилось. Да, соточки надо будет обязательно после боя похвалить, потому что им действительно показали себя просто великолепно. Ну вот, подставил Бортину, и опять нахватался плюшек, в данном случае от ТВПхи. Ну что, друзья, досматриваем бой, к сожалению, без победы. Три проигрыша подряд. Может, я виноват. Может, действительно, с данной машиной может справиться большее количество игроков, но я в этом сомневаюсь, потому что, глядя на концептов, которые попадаются мне лично в боях, я для себя понимаю, что это далеко не идеальный аппарат. Что касается урона. 2250, и я не могу сказать, что данный урон мне дался с легкостью. Ну вот, как есть, так есть, потому что твоя постоянная борьба за живучесть, она забирает с тебя огромное количество внимания. Ну и очень редко бывает такое, чтобы вы на концепте могли накидывать достаточное количество урона прям от боя к бою. Обязательно похвалю им сотки вражеские, потому что ребята действительно отыграли очень качественно, очень классно, но в то же время и концепт, в частности, мой, им очень сильно помог, потому что пробивать их было мне очень сильно сложно. Стоит ли тратить 25 тысяч золота на данную машину? Ребят, стоит только в случае, если вы уверены в своих силах и уверены в том, что вы сможете совладать с данной тачкой. Многие смеются, многие говорят, что я не прав, но все-таки ВК-9001П гораздо интереснее, хотя имеет тот же самый, допустим, процент по доходности. Вы будете получать приблизительно те же самые результаты по серебру, если будете играть с одинаковой успешностью на одной и на второй машине. При этом всем тот же самый клинок приносит гораздо больше удовлетворений и очень часто выживает в боях. Суперконь имеет ничем не хуже по большому счету орудия, а во многом даже лучше. Если вы посмотрите на время перезарядки, оно больше, но при этом больше альфа и точность орудия и комфорт игры ничем не отличается практически и угол слонения орудия вниз минус 10, позволяющий отыгрывать от башни. Короче говоря, ребят, вариантов очень много на 10 уровне, к которым стоит присмотреться. Стоит ли покупать этого, товарищи? Здесь уже решать вам. Я не собираюсь ничего выбрасывать из своих обзоров. Если вы за честные обзоры на технику и на товары в магазине, обязательно подписывайтесь на канал, потому что вам с нами однозначно по пути. Я побежал снимать для вас новые видео, а вы принимайте взвешенные решения. Мира вам, друзья мои, и обязательно на спокойствие. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok